Знаете почему? Потому что там и находится ваша старость, потому что у вас много жара в теле такого необузданного, и этот жар вас как бы разносит, он говорит, двигайся, двигайся, не стой. Там, где тяжелее всего делать, там и болезнь. Вот, допустим, мне тяжелее всего было сначала статика, так как вам стоять неподвижно. У меня тоже жар как бы основная проблема. Когда я решил, потом у меня напряжение пошло, и мне бегать было тяжелее всего. Я все равно это победил себе. Вот, ну то есть как бы там, где ты чувствуешь, не можешь, там и находится то, что надо делать. Но надо делать это аккуратно, потому что там находится уже вулкан, там накопилась болезнь, ее надо потихоньку убрать и сделать. То есть две минутки, да, потом три минутки. Да, вот так потихоньку я начал бегать с 500 метров. Вы даже не представляете, как я себя чувствовал. Я себя чувствовал, как мешок. Угу, поняли, да, с чем? Вот, я просто бежал. 500 метров уже. Нет сил, понимаете? И мы с женой начали бегать вместе, она бежала так же, как я. Хотя она женщина, у нее по природе нет скорости. Я думаю, господи, из-за чего я дошел? Хотя йогой занимался и постился каждый день, но не двигался много. Потихоньку, помаленьку, потихоньку, помаленьку, все больше и больше, потому что хотелось. И вот в Уфе, когда я был последний раз, я пробежал 17 километров. Была метель, снег. Мы где-то два часа бегали. Уже было достаточно и полтора, еще решили пробежаться. И от чувства, как ничего не болело уже, потому что за два с половиной года все переболело, что могло переболеть от бега. И все, тело стало просто молодое. Спасибо. Спасибо вам большое. Так же и статика тоже. То же самое. У вас будет сначала ощущение, что все отекает, вам будет страшно. Потом, когда вы постепенно пройдете эту стадию, в следующей стадии у вас будет ощущение, что ваше тело становится горячим и мурашки по телу такие неприятные идут, как будто что-то сейчас порвется. На третьей стадии у вас все тело онемеет, как будто бы его нет. И вы подумайте, что я теперь вообще, наверное, получу парализацию какую-нибудь. Меня парализует, наверное, сейчас. И на четвертой стадии неожиданно появляется легкость. Когда появляется легкость, человек проходит первый круг лечения. Обычно это происходит, когда человек стоит неподвижно где-то 25 минут. Потом, где-то через 20 минут еще проходит еще один, все это повторяется. И когда второй раз уже легкость возникает, в принципе этого достаточно. 45 минут стоять неподвижно – это очень большой запас здоровья для человека, для того, чтобы долго жить. Очень большим запасом здоровья является или поститься до обеда каждый день, или поститься один раз в неделю на воде. Очень большим запасом здоровья является бегать полтора часа или ходить два с половиной. Если человек достигает этих успехов, ему не надо бояться, что он раком заболеет или каким-то тяжелым заболеванием. Он 100% будет жить столько, сколько нужно, потому что когда уже естественная старость наступает, где-то 80, с 80 до 90 лет, человек уже думает, ну, уже хватит. Он сам уже решает, что хватит. И просто спокойно уходит из этого мира. Потому что люди в основном все уходят в горечи, что я прожил мало. Это означает, что человек не знал, как продлить свою жизнь. И могут вам разные песни петь, разные слова говорить, как продлить свою жизнь. Знаете, есть только три вещи, которые продлевают жизнь. И я вам их сказал. И все люди разумные это делают. Все, кто долго живут, проанализируйте всех стариков. Проанализируйте. Я это сделал, этот анализ провел. Дальше, человек живет после 80, у него есть хотя бы один из трех вариантов. Или он постоянно постится, или он постоянно двигается, или он постоянно не двигается. Хотя бы один из трех. А часто они интуитивно все делают вот это вот. Приведу один пример. Одна женщина в Питере, моей знакомой, мать, бабушка, ей уже 86 лет. А, нет, 92 года. И она постоянно, каждый день проходит там много-много километров. Я не знаю точно, там около 10, что ли. И потом уже занимается всеми остальными делами. И она легла в больницу и не ходила две недели. И ее из больницы вытащили на костылях. То есть она вообще просто не могла ходить. Потому что она просто две недели не ходила, понимаете? Такой уже старый возраст, что две недели достаточно, чтобы человек вообще перестал ходить. И она расходилась потом. И опять начала ходить столько же. До 10 километров. Вот таково желание жить. Это значит, что она будет еще дольше жить. Потому что, если бы она не захотела разойтись, она бы через месяцев 6 уже ушла из жизни. Она решила, поживу еще. Хорошо. Если хочешь еще, тогда пост, неподвижное положение тела и длительное движение. Все. И тогда ты живешь дальше. Выбирай сам, что ты хочешь. Хочешь умереть? Загибайся. Можно загнуться в 25 лет без проблем.